Таким образом, набирает 4 очка, аэро 5 баллов. Интереснейшая игра проходила на Камп Ноу. Барселона принимала дома Ромы. Но здесь борьбы, как таковой, зрители не увидели. Улица с односторонним движением. Барселона просто прокатилась по сопернику своему, не замечая его присутствия. Отгрузила огромное количество мячей. Отметим здесь возвращение Лиана Лемисси в Лигу Чемпионов после длительной травмы. И Лео, конечно, вдоволь покуражился. Вот как все начиналось. Чистый выход 1 на 1 Лео Мисси не реализовал. Ну как чистый? Здесь, конечно, защитник ему до последнего мешал. Тем не менее, метил в ближний угол. Лео не попал. Рома разыграл стандартное положение тоже на первых минутах. Раджан Айнгулан навесил штрафную. И Динджека мог попадать, конечно же, с линии вратарской. И положения вне игры там, по мнению главного арбитра, встречи Джунейта Чакыры не было. А Барселона играла с ощущением собственного превосходства. И забила мяч. На 15-й минуте сделал это Луис Суарес. Причем этот гол оказался вторым, но первым засчитанным. До этого Барса забивала, но с положения вне игры. Здесь все было сделано чисто. Передача из глубины от Неймара. Красивейшая в направлении Дани Альвиса. Тот прострелил на Суареса. Тот уже, а Ругвайц попал просто в пустые ворота. Так Барса повела 1-0. И вот смотрите, какой фантастический по красоте второй гол забил. Лео Месси. Гений Лео Месси. Но в данном случае нужно, наверное, отметить гениальность всех игроков Барсы, оказавшихся... принявших активное участие в этой комбинации. Вы посмотрите, какая перепасовка. Просто фантастика. 18-й минуты 2-0. Но это было еще не все. Барса, конечно же, как бывает обычно в таких случаях, не останавливается. Она продолжает наращивать свое преимущество. Она продолжает играть в свое удовольствие, на самом деле. И не обязательно поддерживать высокие скорости. Она может вот так вот, перекатывая мячи, забивать просто космические голы. Луисуарес на 44-й минуте оформил дубль. Ударом по летящему мячу. Хлесткому, смотрите, здесь вновь Неймар навешивал. Вынес мяч, казалось бы, к линии штрафной площадки Сиду Кейта. Ну, а там уже его подхватил. И как это сделал Луисуарес. 3-0. Вторая половина встречи. Рома пыталась. Рома Руди Гарсия, команда, которая может быстро выходить из оворона в атаку в серии А. Она это часто демонстрирует. Но с Барси, конечно, тяжело. С Барси всем сейчас тяжело. Реал получил тоже 4 мяча на Сантьяго Бернабелла. Был момент у римлян. Александра Флоренци мог забить. После хитрой комбинации она здесь тоже была хороша. Три передачи, в одно касание. И нужно было просто попасть. Яго Фальки попал, но на месте был Марк Андре Терштегин. Который по традиции играет у Барселоны в Лиге чемпионов. А Клаудио Браво бывает заигран в матчах премеры. Еще одна конфетная атака Барси. Еще одна комбинация. Розыгрыш мяча в таком футзальном стиле. Вывели на удар на пустые ворота пике, который тоже забил на 56-й минуте. Здесь пас на месте, а тот уже не пожадничал. И понятно, почему. Целесообразнее было все-таки сделать пас. 4-0. Дальше больше. Неймар подхватил мяч на левом фланге. Суарес. Мисси удар. И добивание. Мисси 5-0. Словно фишки. Были расставлены перед каталонским клубом. Перед каталонскими футболистами. Они просто их отбегали. Делали передачи. И без лишних усилий унижали. Уж извините. Унижали. Солидную команду, представляющую серию. Но сейчас Барса готова с любым клубом такое вытворять. Был эпизод у Неймара. И вновь комбинация в одно-два касания. И вновь могла она, конечно же, закончиться забитым мячом. Еще один эпизод. И вновь мы видим одни и те же действующие лица. Неймар. Пенальти. Вырабатывает пенальти бразилец, который находится в фантастической форме. А нарушил правила на нем вышедший на замену минуты ранее турок Салих Учан. На 75-й минуте он на поле вышел. На 77-й привез пенальти. Неймар подошел к мячу. Конечно же, хотел оформить хит-трик. Спижонил, бил без разбега. Но не повезло, конечно, водиться к Ученцам. Он пенальти взял. Зато на добивании быстрее сопернику оказался Адриана, который вонзил мяч под перекладину. Без каких-либо шансов для польского вратаря. 6-0. Барса продолжает издеваться над всеми, кто встает на ее пути. Заботала Рома пенальти. Уже компенсированный арбитром. В концовке матча. Не в компенсированной, а в концовке матча. Если бы точно на 82-й минуте. И к мячу подошел один Джека, который находится не в лучшем психологическом состоянии. Дело в том, что сборная Боснии Герцеговины проиграла таковые матчи ирландцам. На Евро не поехал. И после игры Джека дал очень откровенное интервью, в котором критиковал и партнеров, и себя, и кого только можно. Пенальти он не забил. Пенальти, который сам же заработал. Получается, второй случай в матче, в котором футболист, заработавший пенальти, его не реализовал как следует. Неймар и Джека. Но боснеид все-таки отличился. Набегая вперед, скажу, случилось это на 91-й минуте. Барса, понятное дело, уже была мыслями в раздевалке и неохотно возвращалась на свою половину поля. И вот подача в штрафную площадь. И Джека забил из-под Томаса Фермалина. Грамотнее боснеидц убрал позицию. Но всем известно, в мире как умеет Эдин играть на втором этаже умело. 6-1 итоговый счет. Барса таким образом оформляет выход в 1-8 финала с первого места. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!